Как только нижняя сторона прожарится, переворачиваю на другую сторону и посыпаю свежим молодым укропом. Если в рецепте использовать нежирный йогурт, салат получается практически диетический. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами канал С Дедом за Обедом и я Александр. Давно на канале я не готовил салаты и сейчас приготовлю салат с интересным названием Куриная соломка. Оставайтесь со мной! Для приготовления этого блюда мне необходимо куриная грудка, свежий огурец, лук репчатый, яйца, укроп, майонез или йогурт, у меня йогурт, соль, черный перец по вкусу, для маринада вода, соль, сахарный песок и винный уксус. Первое, что я сделаю, подготовлю лук к маринованию. Порежу его на четверть кольца. Одной луковицы в салате будет вполне достаточно. И прежде чем его мариновать, разобью кусочки на соломку. В чистую емкость заливаю примерно 150 мл кипятка. В кипяток сахарный песок и соль. Перемешиваю. Сахар с солью размешались. И виноградный уксус. Кипяток для маринования я беру для того, чтобы лук одновременно еще и бланшировался. Мой лук немножко горчит. Прижимаю ложкой так, чтобы лук полностью погрузился в маринад. Лук убираю пока в сторону минут на 20. Куриную грудку, она у меня предварительно подморожена. Чтобы легче было ее резать, я разделю вдоль пополам. И режу на соломку. Можно еще разрезать вот так пополам. Пока режу, практически она уже и оттаяла. Куриное мясо порезано, а теперь можно его обжарить. Кусочки мяса выкладываю на разогретую сковороду. И накрываю крышкой. Пусть куриная грудка под крышкой сначала выделит влагу. Курица дала много соку. Она пропарилась. На данном этапе ее самое время подсолить. Добавить черного перца. Перемешать. Сделать нагрев посильнее. До среднего. И обжарить до золотистой корочки. Добавив немного растительного масла. До этого момента масла в сковороду я не лил. На куриной соломке появился легкий румянец. Думаю, что жарить ее достаточно, иначе она совсем засохнет. Теперь ей необходимо остыть. Далее яйца. Я стараюсь их колоть по одному, чтобы не испортить все остальные каким-то испорченным яйцом. Считаю, что это правильно. Но иногда, как и многие, делать это просто забываю. Добавляю в них треть чайной ложки соли. И хорошо перемешиваю. Достаточно. Перехожу к обжарке яичных блинчиков. Блиную сковороду смазываю растительным маслом. Разномерно выливаю яйцо. Как только нижняя сторона прожарится, переворачиваю на другую сторону. У меня получилось три больших яичных блина. Яйцо остыло до комнатной температуры, и его необходимо порезать на соломку. Яичная соломка готова. Огурец также режу на соломку. Ингредиенты салата подготовлены. Осталось их только собрать. С лука сливаю маринад. Он больше мне не нужен. Пусть маринад немного стечет. Выкладываю огурцы. За огурцами мясо. Лук. И яйцо. Салат необходимо перемешать. Осталось порционно сделать заправку йогуртом или майонезом и поверх посыпать укропом. Салат готов. Если в рецепте использовать нежирный йогурт, салат получается практически диетический. Несмотря на небольшое содержание в ингредиентах жиров, салат получился очень сытным и вкусным. Приятного аппетита! Спасибо, что были со мной. Если рецепт вам понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и не забудьте включать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам отличного настроения. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...